Всем приятного вечера, и мы с вами, приближаясь к изучению Торы, всегда подходим к нему с молитвой на устах и в сердце. Ни в коем случае не хотелось бы забывать, что помощь человеку дается во всех делах Всевышним, и особенно, наверное, в духовных делах, поэтому мы с молитвой ко Всевышнему и продолжаем наши занятия. И мы с вами только что закончили праздник Ханука, праздник Света, мы говорили о его значении для еврейского народа и для всех народов, и были вопросы относительно того, как относиться народам мира к этому празднику, те, кто из Бнейно, те, кто празднует этот праздник. Я предлагаю видеть в этом празднике борьбу за храм, как за будущее всего человечества. Храм нужен не только сыновьям Израиля, он нужен всем людям. И, скажем, чем дальше, скажем, мы будем продвигаться по истории, тем вопрос храму, по всей видимости, будет становиться все острее и острее перед всеми. Теперь сама Ханука, она является таким праздником, рассказом о борьбе, скажем, за чистоту еврейской мысли, чистоту представлений о мире. И дальше, как бы мы с вами пробираемся дальше и попадаем, попадем очень скоро в десятое число месяца Тевета, которое подчеркивает противостояние еврейской культуры и нееврейской культуры, прежде всего, греческой культуры. Я бы сказал, можно видеть в этом противостоянии и противостояние и христианству, и всей западной культуре. И, скажем, можно говорить по-разному, в разном плане об этом. Мы с вами, поскольку мы с вами выбрали такую линию взять за источник мудрецов Талмуда, то мы постараемся посмотреть с вами, как Талмуд относится к вот этому противостоянию, противостоянию культур. И рисунок тут можно представить, он вот такой, да, что десятого числа месяца Тевета, как мы представляем себе, это 245 год до этой эры, мы еще вернемся к этому, был закончен перевод Торы на греческий язык, который инициировал Птолемей II. Тот самый Птолемей, о котором мы знаем, что он был и философом, и исследователем, и ученым, ему принадлежит то, что называется планетарная система Птолемея, то есть Солнце, и вокруг него вращаются планеты, это Птолемейская система, это система Птолемея II. И опять же, здесь нужно много говорить, но, скажем, это десятые числоты Вета. Еще о десятом числоте Вете нужно сказать, как бы, то есть это, с одной стороны, это противостояние культур, как мы с вами понимаем, да, перевод Торы на греческий язык, и говорится, что Ирушалаем на три дня окутала тьма, казалось бы, очень хорошо, что переведена Тора на греческий язык, вот, приданное какое-то выражение, но мы посмотрим, в чем была проблема, почему Ирушалаем на три дня окутала тьма, или, по крайней мере, такой образ дает нам Талмуд, да. Если говорить в скобках, заметить современный Израиль, то десятые числоты Вета являются днем, то, что называется, Кадиша Клали, общий Кадиш, посвящен тем людям, которые погибли в катастрофу, и дата их смерти неизвестна, и родственники не знают, в какой день соблюдать Йорсет, день памяти, в какой день говорить о них Кадиш, считается для всех тех, о ком дата их смерти неизвестна, десятого Тавета, говорят, Кадиш, такой общий, как бы, траурный день, день воспоминания, десятый Тавета является днем поста. Пост считается довольно строгим, как бы, да, потому что с ним связано несколько событий. Вот об одном из них мы с вами поговорили, это перевод Торы на греческий язык, который воспринимается как момент отрицательный, хотя, забегая вперед, можно сказать, что, в принципе, переводы не являются отрицательным моментом, и опять же мы посмотрим, в чем отличие этого перевода. Другой момент, это изначально, скажем так, первый момент, это окружение Иерушалаема на выходный царом, 9-го Тавета, на выходный царь подошел к Иерушалаему и окружил его. Речь идет о 425-м годе до этой эры. В 422-м году храм пал, но не только падение храма 9-го Аба, а окружение Иерушалаема выделяется как очень траурное, проблематичное событие. Почему это так? Потому что считается, что, как бы, 9-го Тавета, начало всех бед, вот здесь в Иерушалаеме был пророк Еремьягу, который призывал, который призывал не противостоять на выходный цару до тех пор, пока не будут исправлены внутренние духовные проблемы, а 9-го Тавета на выходный царь подошел и окружил Иерушалаем, и народ все равно не использовал последний шанс, не покорился на выходный цару, как призывал Еремьягу. Еремьягу не потому, что это идеал, покориться и быть в рабстве, а потому что нужно осознать, что Всевышний не будет защищать, пока духовные проблемы не исправлены, и бессмысленно бороться с врагом, когда пророк говорит, что этого врага привел Всевышний, как наказание, бессмысленно с ним бороться, поэтому на выходный царь призывал покориться на выходный цару, тем самым сохранить храм и сохранить государственность, сохранить царство, но народ не послушался, и этот как бы отказ от раскаяния, отказ увидеть ситуацию, отказ увидеть то, что рука Всевышнего действует, что ни один враг не мог бы окружить город, в котором пребывает божественное присутствие, если бы Всевышний сам не дал ему это сделать, все это народ не заметил, все он это отказался признать, и таким образом 9 и 10 ТВ, они совмещаются вместе, на 10 ТВ это перевод Торы, 9 ТВ это новохуденный царь подошел к Ирушалаему и окружил его, и есть еще один момент, мы с вами говорили о 425-м годе до этой эры, мы с вами говорили, это новохуденный царь, 245-й год до этой эры, это Птолемей, второй перевод Торы, а есть еще 312-й год, который также связан с 10-м числом месяца ТВ, 312-й год по нашей традиции, по нашей хронологии, Александр Македонский ступил на землю Израиля, и когда он ступил на землю Израиля, умерли последние пророки, это Эзра и Нехемия, Эзра и Нехемия, которые считаются пророками, их дата смерти 9 число ТВ это 312 года до этой эры, этот момент очень символичный сам по себе, наши мудрецы видят противостояние с греческой культурой, как противостояние идеи пророчества, скажем так, некоторого, ну, как сказать, может быть, Торы, может быть, скажем, какого-то божественного света, который освещает разум человека, и греческой культуры, основанной на философии, которая опирается исключительно на разум, видит в разуме, как бы, предел, в человеческом разуме, предел совершенства, и, возводя его, скажем, на божественный уровень, говорит о том, что нету ничего, нету ничего выше человеческого разума, и сама по себе греческая философия, греческая культура отрицает, отрицает пророчества, да, и, скажем, да, и это главный, главный момент противостояния, противостояния культур, и который и отражается, и вот и в моменте перевода Тора, о котором мы сейчас тоже с вами поговорим, да, скажем, да, то есть, если представить себе, да, есть разум человека, считается, что человек, опираясь на свой разум, может достичь, может понять все, может исследовать все, может достичь совершенства, все, что остается после смерти от человека, это его разум, который, как бы, все, что он понял, все, что он, все, что он достиг, если он смог приблизиться к некоторому, к некоему божественному разуму, да, вот, то он получает, получает бессмертие, философы получают бессмертие, да, сама по себе идея пророчества, то есть, обращение Бога к человеку, прямой непосредственной связи Всевышнего с человеком, влияние Всевышнего на человека и способность человека услышать, услышать и понять Всевышнего, это, это отрицается, так как бы разум против, человеческий разум против пророчества, это противостояние, это основное противостояние культуры, отсюда возникает, возникает много самых других различных проблем, да, но греческая философия отвергала, отвергала пророчество, да, на том, на том основании, да, что конечный не может говорить с бесконечным, у конечного нету прямой связи с бесконечным, если представить себе, скажем, Аристотеля, да, который был учителем Александра Македонского и с большим уважением относился к еврейской мудрости и к Торе, да, тем не менее, он не, не принял ее как божественное учение, вот, и ученик, один из учеников Аристотеля, он как раз и был инициатором перевода Тора на греческий язык, да, вот, при Палимее II, если мы возьмем Аристотеля, да, с уважением относившегося к Торе, да, то его идея состоит в том, что, как бы, есть, скажем, да, есть первопричина, есть вторичная причина, есть третья причина, их можно представить образно, как ангелы, как представляет Аристотель, да, и в конечном итоге есть бесконечное число, бесконечное число причин или бесконечное число ангелов, которые стоят между, между источником, каким бы он ни был, между первоисточником и человеком. То есть человека и источник, первоисточник отделяет бесконечное число причин, каждый из которых порождает другую, или бесконечное число ангелов в прямой связи между конечным и бесконечным не существует. Это как бы основная проблема, отрицание пророчества. И вот с точки зрения истории символично, что как бы, скажем, если так можно сказать, греческий галут или период греческого господства в Иудее. Он начинается в тот момент, когда умирают последние пророки. И в этот же момент Александр Македонский ступает на землю Израиля. Скажем, такая символическая власть-философия и отступление, отход пророчества. Мы посмотрим, это основная проблема, я еще раз ее подчеркиваю, разум человеческий, какие бы свойства ему не приписывались, где бы там где-то в непонятных сферах не определялся божественный разум, при этом отрицание пророчества, слово Бога, влияние Бога, способности человека говорить со Всевышним. Это главный, как бы, момент противостояния. Давайте посмотрим, в чем была проблема перевода с Торой, почему мудрецы говорят, что Иерушалаем на три дня одела тьма, почему Иерушалаем, если перевод осуществлялся в Александрии. Вот, забегая немножко вперед, можем представить себе, что какова была идея Птолемея II. В Александрии существовала библиотека, которую начали собирать, возможно, еще при Александре Македонском, и там были собраны сокровищницы мудрости, и в том числе и восточные мудрости. И не хватало там только Торы. Тора не хватало, понятно почему, потому что Тора – это не только книга, это учение, устная Тора. И идея Птолемея была сама по себе. Сама по себе она была вот такого богоборческого плана, как мы с вами сказали, доказать, что Тора является обычной книгой. Всякую мудрость с точки зрения греков можно, или носителей эллинизма, можно вместить в книгу, можно вместить в слово. И поэтому утверждение евреев, сыновей Израиля, о том, что Тора – это бесконечное учение, за словами скрывается бесконечность, Птолемей хотел опровергнуть. Он взял 72 мудрецов, посадил их, как вы знаете, в отдельные помещения. И все они сделали один и тот же перевод. Произошло чудо. Чудо надо праздновать. Чудо надо праздновать, чудо надо отмечать. А тут мы говорим, у нас пост, Ирушала им накрыла тьма. Почему? Потому что все мудрецы сделали неправильный перевод Торы. Они исходили не из того, как максимально раскрыть Тору на том или ином языке, в данном случае на греческом языке, они исходили из того, как свести к минимуму те ошибки, которые возникнут у носителя эллинизма, когда он откроет переведенный на греческий язык свиток и начнет его читать. И нам Талмун дает примеры. Вот я сейчас попробую взять с вами и посмотреть несколько примеров. Для этого, как всегда, мы включим Share. Возьмем совместное использование экрана, то, что он мне пишет по-русски. Сейчас я одну секунду уберу лишние файлы. Откроем то, что нам нужно. Здесь мы видим, что то, что мы с вами отметили, что МГЛАД... Так, давайте мы сделаем побольше с вами текст. И, может быть, немножко его увеличим. Я прошу прощения за задержку. Вот, да. 245 год. Перевод Торы. Птолемей II привел к Александре 72 мудрецов, посадил каждого в отдельный дом и приказал, напишите мне Тору, учителя вашего Маше. Так говорит трактат МГЛАД на девятом листе. Очень интересно рассказывает Иосиф Флавий о том, что это событие сопровождалось целым рядом других событий. Тот, один из учеников Аристотеля, который был при Птолемее, он сказал ему, что если ты хочешь добиться успеха в этом важном деле, в переводе Торы, ты прежде всего отпусти еврейских рабов. И 10 тысяч еврейских рабов, которые находились в Египте, в Александрии, были отпущены и вернулись в Иудею. Мы можем представить себе, скажем, да, что в это время Иудея находилась под властью Птолемеев. Птолемей – это один из полководцев Александра Македонского, который занял Египет и царство в Египте. Вот, и Птолемей II – это его потомок, потомок этого полководца. Все это как бы для нас важно, но важно то, что Иудея страдала, страдала от набегов. Десятки тысяч, если не больше, пленных находились в рабском положении в Египте, в частности, в Александрии. И вот для того, чтобы как бы снискать милость у мудрецов Торы, Птолемей отправляет 10 тысяч рабов, отправляет в Иудею. И теперь Трактангела нам говорит, Всевышний дал разумение сердцу каждого и каждого из них, из 72 мудрецов, и все пришли к одному и тому же выводу. Нужно написать, Всесильный сотворил вначале небо и землю. Небе решит балла. Не вначале Всесильный сотворил небо и землю, а Всесильный сотворил вначале небо и землю. То есть, чудо состояло в том, что всем, как бы, пришло в голову совершить одни и те же, сложить в переводе одни и те же ошибки, одну и ту же неправильность. На первое место они поставили Всесильный, чтобы не дать возможность носителям греческой культуры эллинизма говорить, что в Торе есть тоже намек на то, что Всесильный Бог, он не является началом, первоначалом, да, потому что, вот, да решит Барайлики, вначале Всесильный сотворил, значит, что-то есть перед Всесильным, есть что-то перед, перед Богом, что-то, что-то есть, может быть, это хаос, как считает греческая мифология и греческая философия, заимствовавшая это из греческой мифологии, да, может быть, это хаос изначальный, но Всесильный, он не изначален, а мы понимаем, что для Торы принципиально, для иудаизма принципиально, что мир сотворен из ничего, да, есть, есть Бог и нет больше ничего, ничего, и мир творится сразу из ничего, и хаос, первоначальность материи отрицается, отрицается полностью, да, это очень, это очень важно, потому что, если говорить, что кроме Бога есть еще что-то, какой-то хаос, то уже нету единого начала, уже не существует единого начала. Если спрашивать себя, почему это важно в конечном итоге, ну, есть Бог, ну, есть материя, хаос, да, все важно, все отражается на, все отражается на людях, все идеи отражаются на их мировосприятии, на их психологии, да, и мы представляем себе, что если есть хаос, да, то нету никакой, нету никакой конкретной цели, что может быть, что может породиться хаос, или что может родиться из хаоса, только хаос, да, только хаос, если даже, если даже говорить о том, что есть какая-то конечная цель, преобразование, да, вот, совершенно иначе, когда мир возникает из ничего, да, он, и у него есть начало, единое начало, если есть единое начало, значит, есть цель, да, у всего существующего есть цель, это отличает представление о том, что в начале всего лежит хаос, и вот это первая ошибка, так сказать, да, правильная ошибка, если так можно сказать, в начале сотворил всесильный, так перевели все мудрецы, все 72 мудреца перевели, да, то есть, прошу прощения, всесильный сотворил в начале небо и землю, да, на первое место поставить имя Всевышнего, чтобы не говорить, что Всевышнему что-то предшествует, некоторый хаос, да, вот, теперь были и, значит, мудрецы в другом трактате, в трактате Томит описывается разговор Александра Македонского с мудрецами Торы, был этот разговор, реально состоялся или нет, это совершенно не важно, трактат Талмуда обращает наше внимание на различия мышления человека, приверженного философии, традиции ленизма и мудрецов Торы, и вот как об этом говорят, спросил Александр Македонский у мудрецов с юга Израиля, что сотворено в начале, свет или тьма, подумали мудрецы, на это нельзя ответить ему, и сказали ему, что темнота сотворена первой, и вы подумали, что начнет он спрашивать сейчас, а что выше небес, а что там, где кончается самое малое, а осознать изначально из бесконечного света в силу своего мирозастрения, он не в состоянии, то есть на вопрос Александру Македонскому, что сотворено, что изначально свет или тьма, ему сказали, ему сказали тьма, и можем представить себе, что это ему подходило Александру Македонскому, опять же, потому что материя, хаос и темнота с точки зрения с точки зрения философии, и с точки зрения греческой мифологии, они изначальны, и говорить об изначальности бесконечного света, когда существует только один бесконечный свет Эйнцов, мудрецы с ним не стали, для того, чтобы он не стал задавать вопросы, на которых не будет ответа. Обманули ли Александра Македонского? Нет, его не обманули, потому что на вещи можно посмотреть, можно посмотреть по-разному. Давайте не будем говорить изначально. Что значит изначально? Мы возьмем какой-то момент, который он считает изначально, начнем с ним говорить на его языке. Вот изначально тьма, хорошо, мы заранее знаем, что ты считаешь, что хаос изначален, мы тебе скажем изначально тьма, ты успокоишься. Это в каком-то смысле правильно, потому что мы не хотим идти к самой-самой как бы изначальности, которую ты не понимаешь, которая для тебя не существует. Мы оставим ее в стороне, и бесконечный свет оставим в стороне. Отсюда мы понимаем с вами, видим проблематичность перевода Торы на греческий язык в данном случае. То есть мы понимаем с вами такой момент, что Тора неотделима от устной Торы, более того, Тора неотделима от постоянной помощи Всевышнего в ее понимании, от пророчества или, по крайней мере, от какого-то отблеска пророчества, который как свет, скажем, наполняет ее буквы, образно говоря. Если отрицать этот момент, если исходить из того, что пророчество не существует, если исходить из того, что у человека не может быть прямой непосредственной связи со во Всевышнем, и исходя из этих представлений, переводить Тору, то ничего правильного, по-настоящему, в большом плане правильного не получится. Из Торы вместо света получится темнота. Она пригодна для то есть таким образом, скажем, Тора была опущена на тот уровень, на котором ее могут воспринять носители эллинизма, и была дана им никакого обмана, наоборот, попытка приблизить их к правильному представлению, и в то же время понимание, что это сделать очень трудно, и многие вопросы поднимать не надо, да, и Иерушалаем на три дня накрыла тьма. Какой, скажем, смысл в таком сопоставлении? Тора переводилась в Александрии, почему Иерушалаем? Понятно, почему Иерушалаем? Тора неотделима от Иерушалаема, да, кими циен ты ци тулла, ибо из циена выйдет Тора, и слово Бога из Иерушалаема, да, из Иерушалаема. Тора неотделима от света пророчества, связанного с храмом, связанного с Иерушалаемом, вот, и если даже мы говорим о том, что во втором храме нет пророчества, если даже мы говорим о том, что последние пророки Киезра и Нихемия умерли в 1312 году до этой эры, а перевод Торы был сделан в 1445 году до этой эры, да, все равно отблизк. Или, по крайней мере, понимание, осознание того, что Тора это прямая связь со Всевышним, только так она понимается, только так она говорит, только так она, скажем, разговаривает с человеком, или только так Всевышний разговаривает с человеком через Тору, да, это понимание Птолемей Второй хотел исключить, да, Птолемей Второй хотел исключить, и именно поэтому, скажем, перевод, перевод Торы, завершение перевода Торы считается траурным днем. Мы понимаем, что соблюдают траур по последним пророкам, мы говорим о том же самом, об уходе пророчества, об уходе пророчества и представление Торы, как некоторые книги, которые можно поставить на полку с другими книгами в любой библиотеке, это представление как бы того же уровня, что ушло пророчество, да, и, скажем, эти два события очень-очень как бы, так сказать, сочетаются, подходят друг к другу или, можно сказать, отражают один и тот же момент, скажем, прежде чем сделать следующий ход, есть еще что хотелось бы обсудить, давайте я остановлю экран, вот я вижу всех вас и, пожалуйста, если есть какие-то вопросы, можем попробовать с вами обсудить, хочу сказать, что, может быть, у нас получается несколько сложно, да, но упрощения, они не всегда, не всегда годятся, да, и когда касается Торы, то тут очень трудно упрощать, да, может быть, теория относительности для чайников, может быть, кибернетика для чайников, да, но не может быть Торы для чайников, вот тут как бы очень это проблематично, поэтому я стараюсь с вами как бы заглянуть в корень, в корень проблем, вот, и тут приходится затратить некоторое, затратить некоторое время, да, вот, я уже вижу вопрос, почему перевод поручили именно 72 мудрецам, пытаясь сопоставить эту цифру с 70 мудрецами Сангедрина, была ли возможность у мудрецов отказаться от участия в этом мероприятии, 72 мудреца, это действительно, это действительно 71 мудрец, это Сангедрин, а идея была такова, что, скажем, да, идея была такова, чтобы не решать, да, не решать по большинству, когда у тебя есть 71, то ты решаешь по большинству, сразу исключить возможность такую решать по большинству, да, а, по крайней мере, потенциально исключить такую возможность решать по большинству, а идти за каждым и каждым переводом. Вот есть 70 лиц у Торы, есть 71 сангидрин и 72. Вот не идти по большинству, а брать каждый перевод в отдельности. Можно представить себе так. Теперь, было ли мунистово отказаться? Нет, не было возможности отказаться, переводить. Понятно, что Иудея находилась под властью Птолемеев, в тот момент, позже она перешла под власть Селевков, и отказ был бы воспринят как бунт, за которым последовала бы расправа, при всем уважении к мудрости и желании постичь Тору, отказ повлек бы за собой, отказ повлек бы за собой, скажем, притеснение. То есть, 71 мудрец Торы сангидрин. Да, можно сказать так. 71 мудрец сангидрин. Скорее всего, так. Или, по крайней мере, люди, которые могли бы войти в сангидрин по своему уровню, годились для того, чтобы войти в сангидрин. Есть что-то еще, что хочется спросить? Да, вот можно спросить в такой момент. Вот вы сказали, что мудрецы специально вносили в текст некие изменения, чтобы не создавать в умах язычников какие-то превратные представления, то есть, как бы не потакать их ошибочным взглядом на мир, допустим. А вот вообще вот известно, что септуагенты расходятся с текстом Торы, который принят как бы, с еврейским текстом, который сейчас принят. И вот на основе на этом, например, есть там библейские критики или там христианские какие-то критики, которые говорят, что, а, вот видите, что у них там перевод тогдашний отличается от того текста, который принят сейчас, наверное, был текст Торы в то время какой-то другой. Они каким-то другим текстом пользовались, с которого они и делали перевод. То есть, типа, текст менялся. Вот говорят, что, наверное, текст менялся. То есть, вы хотите сказать, что сами как бы от одной проблемы, может быть, защитились в какой-то степени, и то, может быть, не полностью, да, а другую проблему породили? Ну да, вот говорят же, что евреи-то верят, что Тора неизменна. Вот та, которая Тора сейчас, это та самая Тора, которая была отдана Майше на горе Синай. А оказывается, вот смотрите, что было, что вот она менялась в течение времени. Там что-то добавляли, убавляли, переписывали, искажали. Ну вот есть же такое мнение. Да, это, да, это вы правы. Тут можно сказать, что и без септуагинты, да, без септуагинты, перевод, в общем-то, не только Торы, но и пророков, да. И без септуагинты есть множество посылок, которые утверждают, что якобы Тора состоит из отдельных кусков, которые компоновались на протяжении многих веков, да. И существует целая наука, которая называется библейская критика, которая родилась, в общем-то, где-то уже, скажем, в XVIII веке она начала зарождаться. Об этом можно, об этом можно говорить отдельно, да, вот, скажем, да, что есть, как бы, о научных выводах, да. Можно, скажем, да, можно сказать, можно сказать все, что угодно, можно внести любое предположение, и против этого предположения, скажем, нету, может быть, нету никакого оружия, кроме того, что иногда мы видим, как эти предположения, да, они оказываются совершенно смешными, благодаря тем же самым научным открытиям, археологии, раскопки, раскопкам и находкам, да, скажем, или, скажем, тем объяснениям, которые даются с научной точки зрения, можно противопоставить комментарий, понимание Торы, которые часто гораздо более убедительны, чем научные предположения. Вот, и я могу привести, как бы, примерно, то есть это отдельная тема, о которой можно говорить, да, вот, скажем, библейская критика, которая развивалась, она внесла такое, скажем, один из моментов библейской критики, что все, скажем, все служение в храме, оно не могло, не могло быть столь тщательно разработано в древнем мире, и оно было записано, записано гораздо позже, когда оно было записано уже после разрушения, уже после разрушения второго храма, через некоторое время после разрушения второго храма, вот, были сделаны такие подробные записи, как служат в храме и так далее, это все не могло быть в древнем мире, да, после, это, скажем, да, после находки, после открытия в 47-м году кумранских пещер, в которых находились, в которых находились свитки и часть Торы и пророков, да, и этим свиткам как минимум 2000 лет, все эти предположения о том, что Тора дописывалось в средние века где-то, да, они стали просто, просто смешными, да, и это само по себе, как бы, я бы сказал, само по себе доказательство того, что любые научные предположения такого плана, они, да, они несостоятельны, да, вот, скажем, да, вот такой пример, который говорит о том, что были теории, что Тора дописывалось в средние века, и открытие кумранских рукописей, да, оно само по себе доказывает, что многие моменты, которые выглядят как научные доказательства, они являются просто спекуляцией, таких моментов очень, очень много, да, и, скажем, появляясь критике, есть такой момент, который говорит, что вот, есть два рассказа о сотворении мира, это свидетельствует о том, что в древности существовали разные мифы или разные версии, и вот потом взяли и соединили, собрали все в одну книжку, вот, посмотрите, в первом рассказе о сотворении мира используется имя Иллоким, да, а во втором рассказе используется Иллоким и Ашем, и это значит, что вот это разные рассказы, да, такое предположение с точки зрения Тора, оно совершенно абсурдно, почему ты взял, с чего ты взял, потому что если один рассказ, он рассказывает об одном, он рассказывает о сотворении мира по мере суда, скажем, да, по законам природы, другой рассказ, он говорит о том, что смотрит с другой точки зрения, что в мир привнесена мера милости, да, в первом рассказе речь не идет о человеке, о его свободе выбора, о действиях там Иллоким, а во втором рассказе речь идет о свободе выбора человека, и там появляется имя Ашем, который говорит о милости, мы видим, что преступление человека не приводит его к смерти, а действует мера милости, да, это то, как мы смотрим, то, как мы смотрим на вещи, да, и мы передаем это по традиции из поколения в поколение, потом приходит кто-то и говорит, здесь есть это, здесь это, вот, это свидетельствует о том, что это разные книги, которые были собраны в разные века, ну, хорошо, то есть я хочу сказать, что уберечься от этого не, уберечься от этого невозможно, да, вот, и поэтому, скажем, если, если переставили слова, во-первых, перевод всегда, всегда ты из перевода можешь сделать вывод, что оригинал был изменен, любой перевод, он всегда является комментарием, да, вот, и если переставлены какие-то слова, да, и если какие-то моменты развернуты, какие-то моменты сокращены, да, то это, это перевод, да, и лишь привзятый взгляд на вещи он может привести к выводу, что были, были разные свитки, да, были разные свитки, были разные источники и так далее, с этим бороться совершенно, невозможно, да, мы в этом можно, ну, скажем, противопоставить вот то, что я вам сказал, что, скажем, археологические открытия иногда опровергают, опровергают вот такие псевдонаучные посылки, другое, да, это то, что, как бы, по факту, да, нету, нету ни одной другой книги, которая сохранилась бы в одном варианте до каждой и каждой, до каждой и каждой буквы без изменения, да, вот так, как, так, как сохранилась Тора. Нету ни одной другой книги, которая бы читалась так, как Тора переводилась бы на все языки мира, поэтому мы видим, что перед нами некоторая уникальная книга, вот, как бы сама жизнь это доказывает, которая вряд ли, вряд ли была составлена, написана, подписана или каким-то другим образом изменена. Понятно, что в ней есть нечто, что притягивает людей, и это может быть только, вот, скажем, божественная рука, божественный дух. Так что уберечься от этого невозможно, да. А септуагин-то, да, почему, почему с ней есть проблема, да, она была сделана для того, чтобы какие-то моменты скрыть, а не раскрыть, да, вот, и поэтому, скажем, любой перевод он сегодня, который является, любой перевод Торы на любой другой язык, он не воспринимается как некоторая трагедия, как некоторое, скажем, вынужденное действие, вот, а септуагин-то, да, потому что она делалась мудрецами с целью, с целью что-то скрыть от эллинистического, так скажем, взгляда на вещи. Окей. Есть что-то еще, что хочется спросить? Если нет, то мы с вами постараемся посмотреть, взять еще какие-то моменты, которые, как Талмуд смотрит на конфликт, скажем, иудаизма и греческой культуры. Сейчас, секунду, 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 я, может быть, не совсем правильно что-то здесь сделал. Открываем еще раз. Секунду, прошу прощения. Возьмем с вами, возьмем с вами мидраж. Мидраж, часть есть в мидраж раба, часть есть в таком сборнике, довольно древнем и старом, который называется у цара Мидрашим, сборник Мидраши, да, и вот, и здесь говорится таким образом, да. Это случилось в дни господства греческого царства в период правления селевков в Сирии. Тогда власти постановили, чтобы на каждом засове, на который запирается дом, амбар или жилище, было написано, нету нам удела в Боге Израиля. Тут же пошли все жители Иудеи и выдернули все засовы. Тогда власти распределились, чтобы на рогах всех быков было написано, нету нас удела в Боге Израиля. Пошли все и продали быков. В тот же период было постановлено, чтобы жены не очищались с обычной для женщин нечистоты. Тогда все отстранились от своих жен. Вот, и у нас с вами вопрос, что хотели сказать, что хотели сказать мудрецы? В чем противостояние иудаизма с греческой культурой? Почему именно на засове дома нужно было написать не этому делу в Боге Израиля? Понятно, что основная идея, как бы здесь, да, скажем, условно говоря, греков или носителей иленизма, доказать, что сыновья Израиля не являются избранным народом, что нету такого понятия, как избранный народ, что Леавдиль, как сказал носитель, в общем-то, той же греческой идеологии, нет ни Эйлина, ни Иудея. Все это как бы нивелировано. Нету такого понятия избранный народ. И эта идея, скажем, да, вот носителя иленизма доказать, что нету избранного народа, нет нам удела в Боге Израиля, нету такого понятия, как Бог Израиля. Что это такое Бог Израиля? Что такое избранный народ? А если говорить о Творце, вот он избрал кого-то, да, понятно, что это идея. Ну, почему же эта идея доказывается, как говорится, напишите на засове дома вашего, да, напишите на роги богов ваших, да, запрет женщинам очищаться от ритуальной нечистоты, погружаться в михву. Что здесь за борьба такая? Давайте мы попробуем сделать с вами так, да. Вот мне бы хотелось послушать ваше мнение, ваше соображение, да. В чем здесь видится противостояние? Засов дома, да, рог быка и ритуальная чистота женщин, да. Что здесь, что здесь происходит? В чем это противостояние? Пожалуйста, если есть кого-то, какие-то соображения, я буду рад услышать. Любые соображения принимаются с радостью, да. Когда есть что-то, нет, тогда мне придется, хочешь, не хочешь, придется раскрывать то, что здесь есть, да. И вот иногда очень обидно думаешь. Вот ты сидишь, думаешь, годами это приходит, а потом за пять минут все рассказываешь. Вот, но это больше в шутку, конечно, не обидно, я, конечно, рад поделиться с вами, да. Вот, теперь мы представляем себе засов. На доме есть засов, на амбаре есть засов. Мы знаем, что на двери в доме еврея, кроме засова, есть еще что-то. Что есть? Мизуза. Не сказали снять Мизузу, сказали написать на затворе, нет нам удела в Боге Израиля. На засове, на затворе написать, нет нам удела в Боге Израиля. Да мы представляем себе мудрость Талмуда, его скрытый язык, или в данном случае мудрость Медрашим, их скрытый язык, да. Что хотели нам сказать, да. Хотели нам сказать такую вещь, да. Вы говорите о святости, да. Вы говорите, что Бог вас защищает. Так зачем же тогда вам засов? Убирайте засов. Нам не мешает то, что у вас Мизуза на двери. Вы напишите на засове. Мы, если мы повесили Мизузу, и одновременно мы запираем дом, значит, мы не верим в своего Бога. Или нет такого, нет такого Бога, нет такого Бога, который, скажем, да, связан с Мизузой. То же самое и с быком, да. Если у вас есть Бог, которого вы можете просить, и Он все вам дает, да, то зачем вам работать? Бык – это символ работы в древнем мире, да. То есть, Он и на Нем упахали, и перевозили камни для строительства, и для вымачивания дорог, для мочения дорог. Вот. А зачем тогда работать, если, да, то есть, ваша вера в абсолютного Бога, она противоречит тому, что вы вешаете на своих дверях засов, и вы вешаете на своих дверях, то есть, вы пашете на быках, в то время как Бог, если Он вас избрал, Он должен вам все давать, да. И последний момент, скажем, да, что это за такое, что это за такое понятие привнесения святости во все и повсюду, да. Вот. Есть, есть женщины, да. Вот. И что тут говорить? Это, скажем, да, связано с самым таким, с точки зрения носителя низма, связано с инстинктом человека, связано с его удовольствиями, такими самыми простыми. Зачем же говорить в этом моменте о святости, да. То есть, мы видим, что то, что, скажем, как бы мешает, да, это, то, что мешает, это понятие привнесения, да, в святости, привнесения божественного во все, во все сферы жизни, да, и в защиту, и в работу, и в отношении между мужчиной и женщиной, даже привнесения понятия, понятия святости, это мешает, да. Как бы ответ сыновей Израиля, если бы они, если бы они могли ответить, если бы это был диалог, да, когда тебе не угрожают, да, когда тебя не требуют, когда ты находишься под другой, под чужой властью, чтобы они ответили, да, ответ был простой. Мизуза на двери защищает, когда я делаю со своей стороны все необходимое для того, чтобы защитить себя, для того, чтобы защитить свой дом, из-за слов он никакой мере не противоречит Мизузе. Я делаю все, что я могу, и тогда Всевышний защищает меня так просто, когда я отказываюсь от любого действия в защите, он не будет меня защищать, Сема Мизуза, когда я не сделал ничего для того, чтобы закрыть двери, Мизуза не будет меня защищать. То же самое, если я не буду работать, если я не буду пахать, если я не буду засеивать, засеивать поле, то Всевышний мне не даст ман с небес, он мне даст благословение, когда я буду работать, он мне даст силу рук, он мне даст урожай, урожай, чем, больше, чем, скажем, я ожидал собирать, и даже больше, чем природа могла бы дать, да, потому что это благословение Всевышнего, но ложится на мою работу, то же самое, да, и в, во всех, во всех сферах жизни, в том числе и в отношении женщины, есть святость, да, есть понятие святости, но не просто, это не просто инстинкт, это не просто удовольствие, это не просто разгул, да, это и человеческое, и божественное, да, совмещаются вместе, это то, что хотели сказать наши мудрецы, скажем, это квинтэссенция, если так можно сказать, иудаизма, которая проявляется в столкновении с другими, с другими культурами, и прежде всего с эллинизмом и с, с эллинизмом и западной культурой, да, оно несколько связано с тем, что мы говорили до этого, да, что скажем, что греческая философия, она не принимает связи конечного и бесконечного, да, разум человека, то, что есть у человека, это предел всего, это то, что он может развивать и должен развивать, совершенно не ожидая никакого влияния, влияния сверху, да, здесь та же самая идея, которая перенесена на обычную жизнь, да, мы идем по жизни, да, и наша задача повсюду, во все наши действия, да, привнести, привнести святость или найти связь со Всевышним, да, и в своей, и в своей борьбе за землю Израиля, и в своей защите, да, найти связь со Всевышним, и в своем труде найти связь со Всевышним, да, и в отношениях с другими людьми, и особенно в отношениях в семье найти связь, найти связь со Всевышним, проявить эту связь со Всевышним, да, опять же, скажем, если посупоставлять с христианством, как говорят, надо сказать, Леавдиль, да, то известный принцип христианство, которое совершенно неприемлемо для иудаизма, это кесарю кесарева, а Богу Божье. Давайте разделим. Есть служение Всевышнему, и есть там, скажем, есть власть Всевышнего, и есть государственная власть. Есть служение Всевышнему, а есть служение царю. Эти две вещи, две моменты, два момента несовместимы. Отсюда проистекает, скажем, такое разделение жизни духовной и жизни жизни духовной и жизни материальной. Возникает понятие монастыря, ухода от мира и так далее. Для нас понятие монастыря совершенно неприемлемо. Праведность, как ухода от мира, отделение от мира, ее совершенно не может быть. Праведность, да, это пройти по жизни и привнести повсюду ощущение божественного присутствия, святость, раскрыть божественное благословение, да, повсюду, повсюду, во всех делах. Это жизнь, это Тора, скажем, выразил такими словами, да, которые определяют задачу еврейского народа как бы для того, чтобы раскрыть божественное присутствие для всех народов, да, будете мне народом, будете мне царством священников и народом святым. Народом, да, царство священников, понятно, это как бы учителя всего мира, которые не опираются на силу, да, а их власть, это власть авторитета, это понятно, да, но и народом святым, то есть народом святым, людьми, которые живут на земле, живут, как другие народы, и во все приносят в святость, во все, и в свой труд, и в свою борьбу, и в свою борьбу, и в отношения между людьми, и ни в коем случае не пытаются, скажем, уйти куда-то, отделиться от мира, уйти куда-то в унастырь, и так далее, да, то есть мы видим с вами, скажем, да, как Талмун представляет борьбу идей, которую мы не сразу, может быть, можем вычленить, да, это идея, идея противостояния философии, да, и идея продолжения ее, может быть, этой же идеи, да, это противоставление, противоставление тому, скажем, мировоззрению, представлению о жизни, которое есть в мире эллинизма и во всем западном мире, который переходит и в христианство, да, здесь я останавливаюсь в очередной раз, у меня, конечно, есть еще материал, да, и так далее, но мне кажется, что все-таки нам полезно остановиться и обсудить что-то, да, вот, если есть какие-то вопросы, я готов попытаться ответить. Первый, тогда у меня есть вопрос, скажите мне, да, все это изложение несколько понятно, вот, на 20%, 30%, 50%, на 80%, на сколько процентов понятно это изложение? 95%, 95%, хорошо. Вы все очень хорошо рассказываете, а вот можно такой момент, вот вы, значит, ну, как бы тут в качестве некой, как говорят, адвокат дьявола, то есть вы говорите, вот христианство, оно противопоставляет, значит, религиозную жизнь, там, и светскую, но это противопоставление родилось в то время, когда люди стали отходить от религии в западном мире, то есть кто-то хочет верить, кто-то не хочет, поэтому было так придумано, что религии людям мы не навязываем, мы ее убираем из государственной жизни, допустим, то есть никто не будет следить за тобой, там, молишься, не молишься, там, во что ты веришь, как хочешь, так вот, во что хочешь, во что ты веришь, то есть власть, власть, общество в это не входит, вот в чем дело, то есть, вот, а если мы говорим, что религия везде, то получается на уровне государства, то есть государство будет следить там, чтобы все верили, всем именно там, верили именно так, чтобы все именно там молились, чтобы все посещали богослужения, чтобы там, допустим, В субботу не работали, транспорт не ходил, что-то в этом роде. То, что в Израиле сейчас возмущает людей, что вот, а почему мне нельзя там в субботу на автобусе поехать? Почему мне эти религиозные люди будут указывать, что мне там делать в это время? Я понимаю, да. Та проблема, которую вы поднимаете, она несколько иная, по крайней мере, мне так представляется. Вы говорите о проблеме, которая можно назвать разделение государства и религии. Я пытался говорить о несколько другом, о представлении человека, каждого отдельного человека и народа, его задач в жизни. И совершенно, как бы, я бы сказал, что очевидно, что иудаизм ставит, может быть, скажем, когда мы смотрим сегодня на результаты Галута, на результаты их знания, когда есть группы, которые, как бы, стараются отделиться от мира, стараются отделиться от жизни, стараются отделиться от проблем жизни, да, они превращаются в людей, которые, скажем, якобы с утра до вечера посвящены божественному изучению Торы, больше ничем не занимаются и самому по себе работу считают чем-то, в общем-то, даже предусудительным, которое что отрывает от изучения Торы. Служба в армии, это вообще уже говорить не приходится, да. Я хочу сразу сказать, что все эти представления, это представления, которые родились в Галуте, в изгнании, и от которых очень, очень тяжело, очень тяжело избавиться, и это, видимо, займет долгое время. Идея Торы, как мы с вами говорили, да, она в том, чтобы человек жил обычной, нормальной, обычной, нормальной жизнью и повсюду привносил святость. Конечно, изучение Торы считается очень важной задачей, и стоит посвящать много времени, можно сказать, что можно посвятить всю жизнь и так далее, да, но в то же время ни в коем случае, да, так же, как и говорится в Талмуне, что тот, кто говорит, что у меня есть только Тора, даже Торы у него нет. И это очень легко можно представить себе, да, Тора – это и заповеди, и это и заповеди не только, которые направлены на такую, как бы, возвышение человека, как тфилин, цицит, молитва, да, есть и заповеди, которые связывают человека с другими людьми, обязанности по отношению к другим людям, есть обязанность защищать своего ближнего, да, вот, и многие-многие другие вещи. Так что, может быть, здесь, скажем, может сложиться неправильное представление о том, что вот такое самозапирание в Яшиве, устранение от общих знаний – это уж вообще просто, как бы, да, для Торы не приемлемо и не было никогда приемлемо. Если кто-то хочет убедиться, есть книги Раф Меламида, которые переведены на русский язык, которые называются «Жемчужины Галахи» по-русски, да, он там начинает с того, что, скажем, да, изучение Торы невозможно и без владения общими науками. Наши мудрецы всегда старались охватить все области и все сферы знания, да, то есть все, что мы можем слышать от людей, которые продолжают утверждать, что мы находимся в изгнании и не замечают тех изменений, которые происходят в мире, да, и тех русскоговорящих, которые просто абсурдно, совершенно абсурдно подключаются к этой, подключаются к этой линии, к этой идеологии. Это все не то, о чем мы с вами, как бы, говорим, да. Идея Торы, да, это народ, народ святой, да. И святость понимается не как оторванность от жизни, наоборот, как полноценная жизнь, когда человек везде и повсюду приносит крупицы святости и удостаивается божественного благословения, да, успеха, разума, скажем, хороших отношений с людьми, с людьми вокруг, то есть божественное благословение проявляется в жизни, через жизнь. Это идея иудаизма, которая не принимается, скажем, христианством, да, вот, не принимается христианством. Мы видим это и из высказываний Евангелия, таких, как, скажем, да, Богу, 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 Кесару, Кесару, да, и из идеи монастырей, и из представления о святом человеке, как о каком-то юродиуме и так далее, да, то есть отделение святости от понятия жизни. То же самое и мусульман, если не вдаваться в подробности, да, и мы совершенно, как бы, говорим иначе, да, говорим иначе, и мы видим, что мудрецы в этом видят, как бы, да, мы с вами увидели вот такой интересный момент, на мой взгляд, да, противостояние на теоретическом уровне, когда отрицается пророчество, и противостояние на практическом уровне, да, когда, скажем, носитель ионизма не может понять, если у тебя есть абсолютный Бог, который выбрал тебя, да, абсолютный Бог, который выбрал тебя, пусть он тебе все дает, пусть он тебя защищает, зачем тебе работать и зачем тебе защищать себя, да, и вот, и как ты можешь в самые простые, скажем, человеческие дела привносить святость, да, это тот вопрос, который подчеркивают, подчеркивают мудрецы, и в этом они видят, как бы, различия, отличия иудаизма от эллинизма или, проще говоря, от западной культуры. Почти то же самое можно сказать и по отношению к мусульманству, но там надо, наверное, поставить несколько, несколько другие акценты, да, то есть и совершенно, совершенно, речь идет не о вопросе государства и религии, о который нужно обсуждать отдельно, да, вопрос идет о том, вот я, вот я сам, да, вот я человек, да, какие задачи я ставлю перед собой, да, запереться в комнате, да, вот самому или там, скажем, с несколькими товарищами, не видеть окружающий мир, не знать, что там происходит, не читать газеты, не изучать, не изучать математику, не работать в конечном итоге, или я хочу знать весь мир, понимать весь мир, видеть его через призму Торы, который я посвящаю значительную часть времени, я хочу, да, общаться с людьми, разговаривать с ними на все темы, да, и опять же привносить вовсюду, повсюду в диалог, и в простую жизнь, и в своей семье хочу привносить Тору, хочу привносить свет Торы, хочу привносить элемент святости, да, то есть как я вижу свои задачи, да, вот разговор, разговор об этом, да, вот, и еще раз хочу подчеркнуть, что мы как бы живем в такой период, когда, к великому сожалению, идеология, которая была усвоена в Галутии, чуждая нам идеология, во многом, во многом влияние христианства, на такие понятия, как машиах и прочее, да, на веру в, на надежду на чудо и так далее, вот все эти моменты, они были привнесены в период Галутии и совершенно не являются свойственными для иудаизма. Вот это то, что можно было бы сказать. Равзиев, а вы знаете, вот недавно услышала впервые такое, что некоторые раввины, ну, в личной беседе говорят, что самый грустный праздник Ханука, если была бы возможность, его надо отменить вообще, мол, что мы, кто кого победил. Вот мне кажется, вы уже как бы ответили вот в этом ответе, но может еще что есть добавить? И есть ли в Израиле такое настроение по поводу Хануки? Нет, совершенно нет такого настроения, и слава Богу, я никогда такого не слышал, это не относится к еврейской традиции совершенно, понимаете. Мы все-таки живем по Галахе и по нашей традиции, как бы так, понимаете, можно придумать так все, что угодно. Мы знаем, что наши мудрецы установили Хануку как праздник. Мы знаем, что с Ханукой связано много проблем, которые наши мудрецы отразили в традиции и в Галахе, но тем не менее Ханука остается праздником, понимаете. Так, то есть наша жизнь, да, она постоянная борьба, и каждый праздник – это не только воспоминание о чем-то, каждый праздник, он незавершенный. Исход из Египта, Песох, остался незавершенным. Мы читаем с вами Пасхальную Агоду, и она нам рассказывает не только о выходе из Египта, она нам рассказывает и о выходе из Египта, и призывает бороться за будущее, надеяться на будущее освобождения, и бороться за будущее освобождения. То есть каждый праздник – это воспоминание о прошлом, и призыв бороться, жить в настоящем и бороться за будущее. Так каждый праздник – Песох, можем взять Пурим, Рожа Шана, история не закончилась, она продолжается, каждый раз есть подведение какой-то итогов, и мы выходим на Новый год, а не то, что все завершилось, и как бы, да, то же самое и Ханука. С Ханукой разговор очень непростой, и действительно мы знаем, что, скажем, да, династия Хашманаев выродилась, что она как раз стала носителями, потомки Хашманаев стали носителями эллинизма, культуры эллинизма, и это само по себе привело к междоусобной войне, к братоубийственной войне, и это привело к тому, что римляне, сами потомки Хашманаев привели римляны в Ярушалаем. Это все есть, это все есть. Но вместе с тем, вместе с тем есть величайшее, величайшее чудо, которое было сделано для великих праведников, таких, как Матитьяву, таких, как Иуда, да, и как ты можешь забыть об этом, как ты можешь забыть об этом чуде, да, тогда не празднуй Песох, потому что после Песоха был Галут, после Песоха были разведчики, которые отказались войти, то есть это какая-то просто несусветная, несусветная глупость, которая не имеет отношения к традиции, и мне кажется, и вообще просто такого никогда, никогда не было. Мы празднуем победу Хашманаев великих праведников, которая дала нам искру на будущее. Победа Хашманаев стала искрой на будущее, хотя мы понимаем всю проблему, да, и мы об этом говорили, даже в самой Галахе, как бы, да, есть отражение этой проблемы. Мы говорим, что есть такое выражение в Талмуде, в том же трактате Шаббат, который мы с вами смотрели, что кафта энза кукла, если свеча погасла, если ты его поставил, скажем, в таком месте, где ее по идее не должен задуть ветер, ну вот неожиданный какой-то необычный порыв ветра, он задул свечу, или кошка пробежала, сбила свечу, ты ее уже зажег, да, вот, вопрос, нужно ли зажигать ее заново, Галаха говорит, нет, человек не обязан зажигать ее заново, он может зажечь, но он не обязан зажигать ее заново, да, вот, и это само по себе, само по себе отражает, как бы, как любая Галаха отражает идею праздника, и это тоже отражает идею праздника, да, ты зажег свечу, да, даже если она погасла, у тебя нет обязанности ее зажигать, да, почему, потому что то, что ты ее зажег, уже имеет вечное неприходящее значение, и это как бы такой рисунок духовный хануки, да, то, что без победы хашманаев невозможно представить, невозможно представить себе ни иудаизм, ни восстание раби Акива, ни устную Тору, ни развитие устной Торы впоследствии в период второго храма, ничего это невозможно представить себе без восстания хашманаев, да, хотя, да, хотя оно, как бы, скажем, было выиграно сражение, но война была проиграна, война за культуру, за чистоту, за чистоту мысли, чистоту понимания, за понимание иудаизма, служение в храме с возвышенной такой душой, постоянно горячей, все это было проиграно, была только вспышка, но и эта вспышка имеет огромное значение, мы живем этой вспышкой, мы живем до сегодняшнего дня, до сегодняшнего дня, и, скажем, я не знаю, что за люди распространяют такие мнения, как бы, я уже понимаю давно, что невозможно совсем бороться, невозможно все оспаривать, да, вот, невозможно бороться с той информацией, лучше сказать, дезинформацией, которая наводняет все пространство, и в том числе и иудаизм можно, можно просто, как бы, ну, можно просто как бы жить своей жизнью и стараться делиться с другими, теми, кто, теми, кто хочет, да, вот, скажем, да, и тоже касается таких, таких мнений, я никогда, и подобных мнений, я никогда, которые, скажем, вносят какую-то деструкцию, да, я их никогда не принимаю, да, и когда меня спрашивают, почему, я говорю, почему, потому что это не может быть никогда, вот, я, как человек, это не принимаю, я не знаю, где вы, какие книжки вы читали, что вы там начитали, и так далее, вот, слава богу, у меня какое-то есть там сформировавшееся там философское представление о том, что может быть, о том, что не может быть, да, но даже человек, которому, скажем, допустим, мне не удалось там, скажем, или он еще не успел там выучить то, что я там выучил, скажем, мне кажется, должно быть ощущение какое-то в душе, что допустимо, а что недопустимо, да, во-первых, да, и во-вторых, любые вещи, которые человек стесняется сказать вслух, да, вот, то я думаю, что нет тоже такого понятия говорить на ухо кому-то и так далее, а вот вслух говорить другое, зажигать свечу, а потом говорить кому-то, что это все как бы, ну, это все напрасно, это надо было бы отменить, говорить это шобаном, понимаете, это просто, просто указывает на какие-то испорченные качества души, да, я делаю, вот, я делаю, там поднимаю там знамя, кому-то говорю, слушай, ты знаешь, это все пустое, это просто, просто нехорошо, на мой взгляд, ну, не знаю, как бы, да, я с вами делюсь своими соображениями, никому ни на что не указываю, никого ни с кем, я не спорю и не оспариваю, готов делиться своими соображениями и, соображениями и мыслями, да, вот, ну, да, да, вот, скажем, да, так что, никого не, никого, скажем, не призываю, никакие знамена, не призываю никакими, не бороться с ничем, то, что мне хотелось бы, да, как бы задать, если меня спросили там, какую задачу вы ставите в этих занятиях, помочь людям построить свою жизнь, помочь найти свою, свою линию, индивидуальную линию в условиях какой-то почти тотальной дезинформации и дезинформации и неграмотности. Это не сегодня как бы началось этой проблеме уже много лет. Не знаю, можно ли говорить о том, что в русскоязычной среде она как бы особенно сильная, или это на всех языках, то, что я вижу там, скажем, да, и на других языках, и на английском, на иврите не всегда просто человеку найти свою как бы линию и построить свою жизнь так, чтобы как бы не было стыдно за бесцельно прожитые годы, как говорится в одной книжке. Не нашей, правда, но фраза вполне подходящая. Ладно, хорошо, если что-то хочется спросить, еще что-то, я готов ответить, но, в принципе, мы почти черпали наше время. У нас сегодня с вами получилась такая беседа. Я, кстати, говорят, рад, что я не все время излагаю, а что вы меня и ориентируете как-то, и у нас часть ответа на вопросы, и часть я учитываю ваши интересы, я начинаю понимать их и учитываю. Я очень рад этому. Хорошо, ладно, если нету каких-то срочных вопросов, то мы тогда с вами прощаемся, но не на неделю, потому что я постараюсь завтра же составить вопросы по нашему занятию, и через наш сайт с помощью Натана опубликовать их. Прошу всех принимать участие в обсуждении. Ладно, пока всем всего самого доброго. Если Натан нас слышит, то мы попросим его... Слышит и видит. Поехали. Если слышит и видит, тогда мы закрываем запись, правильно? Прошу всех. Прошу всехesch dotык control. Прошу всех. Прошу всех здесь. Прошу всех. Продолжение следует...